Добрый день, дорогие друзья! Хотел показать небольшой фрагмент работы. Работа краской Project RF, которая сохнет в полтора раза дольше. Это большой плюс, потому что меньше оставляет бликов краска, когда мы красим ее валиком. При этом она очень густая. И нет опасений, что она высыхает быстро, потому что, я еще раз повторюсь, она дольше сохнет. Я продолжаю красить. Пол потолка покрасил. Хотел показать некоторые секреты при покраске. Обязательно свет должен быть скользящим, но при этом не слишком угнетающий. Я лампочку сделал, то есть мне видно, где я буду красить. В данном случае... Вот он, стык свежий. Продолжаем. Красим, чуть-чуть отступая. Вот обратите внимание, насколько у меня валик насыщен. Все это раскатывается. Сейчас покажу. Наносим сначала по-грубому. Обратите внимание, я немного отступил. То есть у меня вот здесь заканчивается краска. Вот не надо прям впритык. То есть полоску разгоняем. Так, секундочку. Не совсем удобно. Одно дело красить, другое дело снимать, чтобы вам видно было. Так, вот видно. Я нанес. Так, теперь дальше что? Раскатываем до однородности. Раскатали. Я разделил комнату сразу на две части. То есть до центра и после центра. Вот, раскатываю. Теперь видно периметр непрокатанный. Обратите внимание, строение валика я могу по полотной к стене. Мне ничего не мешает. Валик в данном случае вустровский. Кому интересно, могу ссылочку в описании оставить. Вот, дальше. После того, как мы раскатали, начинаем прогонять стык. Потому что, если мы долго будем временить, то это все может подсохнуть и потом нам не исправить. Смотрим по бликам однородность поверхности. Чтобы она соответствовала той, которая у нас до этого. Если не соответствует, то проходим еще раз. Вот, обратите внимание, как мы проходим. Мы начинаем от угла и гоним к центру. Это финиш. Почему? Потому что, если мы будем от финиша начинать, то у нас будут вот такие вот, вот такие места. Сейчас покажу. Вот такие. И когда они высохнут, они будут бросаться в глаза. А еще хуже, когда у нас крутится валик, и мы прислоняем. У нас вот такой, получается, вот такие места. То есть они очень потом видны. Поэтому начинаем от периметра и выгоняем на нет. Это уже когда полусухой валик. Стык проходим так же. Начинаем от периметра. Видите, у меня он сухой почти. Вот. И на нет. То же самое здесь. Самое главное, конец. Конец, вот этот вот край, нам нужно оставить, чтобы он был разретушеванный. Это очень важно. Если мы его оставим, что будет резкий край краски, то потом следующий слой будет видно. Все разретушевали. Вот. Потом получается у нас край краски такой хаотичный. Пока я с вами разговаривал, у меня чуть край подсох. То есть край должен быть на нет. Вот так. И причем, я еще раз повторю, не с этой стороны, а от стены. То есть периметр стены не так заметен. Во-первых. Во-вторых, мы периметр потом вот таким образом убираем. Убираем вот эти вот линии от прикосновения валика, которые я уже показывал. То есть вот таким движением все аккуратненько снимаем. То есть это периметр, и он не так бросается в глаза. Давайте дальше продолжим. Следующую полосу. Полностью покажу все линию вам. То есть у вас должна быть четкая стратегия, как вы будете наносить. Ни в коем случае не хаотично. Куда захотели, туда и прилепили валик. Четко по плану. Только тогда у вас получится, то есть практически не будет полос. Так, вот видно у меня предыдущий стык. Вот видно, где мы закончили. Вот конец стены. Наносим, чуть-чуть, как я говорил, отступаем. Наносим полосу жирную нашу, которую мы будем растушевывать. Вот обратите внимание, для 25-го валика вот эта длина оптимальная. Не надо прогонять им большие участки. Вот буквально метр, чуть больше. Все. Этого достаточно. Если вы хотите, чтобы краска не была сухой, ну то есть, чтобы не подсыхала полоса, нужно ее немного жирной. Так, теперь начинаем, как я говорил, растушевывать. Край пока сильно не трогаем, пока у нас валик не будет полусухим. Вот. Но при этом немного можно пройти. Усреднить. Вот обратите внимание. Еще такой момент хотел сказать. Вот я сейчас сейчас я пройду. Это что-то я долго когда разговариваю, краска подсыхает. Не в том режиме, как я работаю. Вот. Смотрите, вот этот момент еще, кто переживает, хотя вот получается на нет, хорошо. Но если вы переживаете, можете немного вот так усреднять полосы. Как бы раз, таким образом. Но обязательно, как бы, идите циклично. Начинайте от угла. Например, первую сюда свели, вторую чуть-чуть ближе. Это только полусухим. И вот такими движениями вы убираете полосы. И смотрите, вот у меня валик сейчас крутится с пробуксовкой. Обязательно дождитесь, пока он остановится, чтобы его поставить в угол. Если он будет крутиться, он у вас здесь сделает рисунок, то есть будет гладкая поверхность. Вам нужно дождаться остановки и потихонечку вот такими движениями убираете полосы. Делайте только полусухим, уже практически сухим. То есть у вас уже все, здесь краски не осталось, и вам надо на нет свести. Вот такими движениями вы выводите. Вот. Потом, сейчас я подсвечу, покажу, что у нас получилось на просвет. Многих этот вопрос волнует. Вот. Покраску потолка можно сравнить с нанесением декоративной штукатурки. Обязательно следите, чтобы у вас был одинаковый рисунок. Как только рисунок у вас будет отличаться, сразу же это будет заметно, когда высохнет. Соответственно, это будет искусственный блик потом. Поэтому обязательно вот скользящий свет используйте, когда вы красите. Лучше в одной руке держать лампочку, а не как я камеру, а в другой руке валик. и в таком случае у вас ни стыков не будет. Вот. Все будет ровненько. Вот. Рисунок должен быть везде одинаковый. Если вы задали такой рисунок, то он должен везде повторяться. Вот это самое главное. Вот. В принципе, все, что хотел показать. Так, буду продолжать дальше красить, а то у меня сейчас высохнет. Вот.